А это программа говорит губерния и в течение всей этой недели в нашу редакцию поступали звонки и обращение на наши редакционные ватсап люди спрашивали где получить пайки для пенсионеров Сначала мы просто отвечали, что нигде их в Хабаровске не дают исключения в некоторых политических партиях Тогда нам стали присылать вот эти, давайте посмотрим, скриншоты сообщений в ватсапе, в инстаграме Там действительно некоторые паблики со ссылкой якобы на пресс-службу правительства Хабаровского края рассылают сообщения о том, что в Хабаровском крае правительство из краевого бюджета выделяет продуктовые наборы пенсионеров Почему я этого сообщения на сайте правительства края только не видел? Так в том-то и дело, но сначала мы это просто игнорировали, сейчас много фейков, да? Но это стало так много, и там упоминаются телефоны в том числе горячих линий И мне люди, которые там работают, стали говорить, что у них примерно половина теперь звонков Это по поводу несуществующих продуктовых наборов Поэтому, чтобы разъяснить ситуацию, мы сегодня позвали специально в гости Дарину Лебедева Начальник отдела по проблемам ветеранов и, пожалуй, людей Управления социального обслуживания населения Министерства социальной защиты населения Хабаровского края Это фейки? Да, Вячеслав, действительно, это информация фейковая Бесплатных продуктовых наборов правительство Хабаровского края не выдает У нас на сегодняшний день есть бесплатная срочная услуга Когда пожилые граждане, инвалиды первой группы, проживающие одни Могут позвонить на телефон горячей линии и за собственные средства Заказать, чтобы им привезли продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты Но еще раз подчеркиваю, что это не бесплатно То есть сама услуга предоставляется бесплатно За доставку мы деньги не берем Но как таковых наборов нет Нет, как таковых наборов, только доставка Хабаровского края не раздает Ну, честно говоря, мы маленькое, собственно, расследование провели Единственное, ну, у нас местное отделение Единой России, насколько я знаю, какое-то время назад Раздавало продуктовые наборы, насколько я знаю, они должны закончить Потом каким-то... Возможно, возможно, там просто какой-то ограниченный район был Честно говоря, я не знаю, случайно ли это превратилось в то, что правительство Хабаровского края выделяет Либо это, простите, какая-то подстава или провокация, я не знаю Я не могу судить, но вот когда к этому приплюсовали еще и правительство Хабаровского края Это вот... На самом деле ведь многие политические силы, в том числе и не только одна из партий, вышеупомянутая, занимается такой благотворительностью Многие политические партии действительно занимаются благотворительностью в принципе Но просто действительно тут, видимо, речь идет о том, что просто привязали, да, или, может быть, не так поняли, не так трактовали То есть все-таки никак не связано Да, совершенно верно То есть в Хабаровском крае есть представители социально ответственного бизнеса, которые по собственной воле какие-то небольшие абсолютно партии продуктовых наборов когда-то выдавали Но, естественно, они не могут охватить всех жителей нашего края И... Ну, учитывая, что у нас и так не самый блестящий был краевой бюджет, вот такую сумму выделить, но вот это просто невозможно Возможно, где-то в Москве... Ну, вы знаете еще, с чем связывают? Может быть, связывают с грядущим 9 мая, да? То есть, наверняка, какие-то подарки ветеранам, но это скорее федеральный, да, бюджет будет выделять, средства? Ну, за счет средств и федерального, и краевого бюджета ветераны получили денежные выплаты, поэтому... Ну, в честь 9 мая, именно Да, в честь 9 мая, то есть это были не продуктовые наборы, это были именно денежные средства Ну, и я предлагаю резюмировать Итак, если вам будут присылать сообщение о том, что где-то от имени правительства Хабаровского края раздают якобы продуктовые наборы, это фейл Да, но при этом при всем... Соответственно, не надо звонить на горячую линию 112, не надо звонить в Министерство социальной защиты, обращайтесь с ту партию, которая раздают эти продуктовые Ну, с другой стороны, если вдруг, вдруг правительство края примет такое решение, вы обязательно узнаете из новостей на нашем телеканале Вереги информации на телеканале губернатора Да, мы ее проверяем, эту информацию, поэтому то, что вот сейчас было, эти сообщения, это, к сожалению, не соответствует действительно Нам бы очень хотелось, чтобы в власти была такая возможность, но, к сожалению, нет Дарина, ну, знаете, ну, раз уж пришли, все-таки спрошу Еще есть жалоба, что иногда бывает трудно дозвониться по телефонам горячей линии там, где вызывают волонтеров Подобная ситуация, что продолжать звонить или... Продолжать звонить, но хочу сразу сказать, что есть достаточно много телефонов, по которым можно дозвониться Это и телефон горячей линии Министерства соцзащиты, он размещен на сайте правительства, на сайте нашего министерства Есть номер 112, он многоканальный, то есть, если задаться целью, то, наверное, потратив 3-5 минут, все-таки можно решить свой вопрос Есть также телефоны горячей линии волонтерских организаций, которые тоже есть в свободном доступе Ну, и в течение нашего разговора, собственно, все они... Давайте еще раз покажем все четыре Я напомню, что у нас в ГСЭК была Дарина Лебедева, начальник отдела по проблемам ветеранов пожилых людей Управления соцобслуживания населения Министерства соцзащиты населения края Простите, такое длинное название В завершение А? У нас вопрос, да? Галина Васильевна, здравствуйте Здравствуйте, меня зовут Галина Васильевна Я по поводу вот этих вот бесплатных наборов, про которые вы говорите, все звонят Да, действительно, это Единая Россия Номер телефона у них 32-32-32 Дозвониться туда сложно, но они до сих пор их еще раздают Нам сегодня все говорили, что когда туда дозвонивались, сказали, что уже нет Если еще есть, я буду договорить Ну, может быть, еще закупить Мы, правда, дозвонили, 16-го числа мы до них дозвонились, привезли сегодня Но это все-таки частная инициатива, да? Инициатива властей, это инициатива властей Давайте вот разделять Ну, спасибо, что уточнили В завершение можно спросить у вас Вы за какой вариант нашего интерактивного голосования проголосовали бы? Вот возвращающиеся за границу, учитывая, что они пока ничего не нарушили Их стоит ли принудительно изолировать или только по желанию? Ну, вы знаете, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы граждане были сознательные И чтобы они сами, понимая, возвращаясь за границу, принимали верное решение И сами себя изолировали То есть добровольно Но, к сожалению, не всегда получается, да? Не, но, к сожалению, да, если не получается, то, наверное, принудительно Но все-таки хотелось бы, чтобы это было бы решение граждан Я бы, я за него проголосую Все, у нас есть мнение Поддержку первого варианта Раздолжен после рекламы